Год у нас следующий вполне интересный, да? Он и високосный, и начинается с понедельника. Очень много годов начиналось с понедельника, и ничего плохого это не принесло. С понедельника начнут. Вот это вот пора уже! Я сторонюсь от того, что праздник никогда не бывает лишним. Я практически дракон. И тогда на это место, конечно, придет что-то новое. Что ждет Приднестровье в будущем году? Смотрите, перспективы достаточно хорошие. Новый год вот-вот настанет. Итоги ушедшего года мы уже с вами подводили, а теперь очень хочется заглянуть в будущее. В студии сегодня астролог Анастасия Лисовская. Человек, работа которого в том-то и заключается, чтобы знать то, чего еще другие не знают. Так, Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, год у нас следующий вполне интересный, да? Он и високосный, и начинается с понедельника. Чего ждать? Какой он в целом будет? Ну, смотрите, насчет високосности, это все стереотипы, потому что, как известно, високосный год образовался из-за того, что было так удобно календари делать определенные. И получилось так, что каждые четыре года у нас лишний день. Вообще у зероострийцев тех же было пять дней каждый год, скажем так, високосные дни. Поэтому, если говорить о том, что високосный год какой-то плохой, или какие-то нас ждут неожиданные события именно из-за високосного года, это будет неправильно. Потому что в этот год, как и по статистике случались, как и хорошие происшествия, так и плохие происшествия. Те же такие же крупные события, как, например, Вторая мировая война, она в високосный год не началась. Поэтому не стоит дождать от високосного года каких-то перемен в худшую сторону. Фух, полегче. А вот то, что с понедельника начинается? Тоже ничего такого. Это просто будет... Хороший полот. Который начинается с понедельника, да, и если мы, опять же, поднимем статистику, очень много годов начиналось с понедельника, и ничего плохого это не принесло. Гораздо важнее, конечно, транзиты планет, которые, конечно же, вот они уже влияют на нашу жизнь гораздо более существенно, чем, например, какие-то календарные вот эти вот моменты сдвиги. Ну вот сейчас обсудим. Мне кажется, что год, который начинается с понедельника, он как раз для тех людей, которые вот все откладывают с мыслью о том, с понедельника начнут. Вот это вот пора уже. Тут уже не отвертишься. Прямо такой знак. Нет, по крайней мере, удобно. До 7 января мы будем знать, какой день недели. Да, очень, кстати, хорошо считать. Настя, можно сказать, что каким-то определенным знаком зодиака в этом 2024 году точно повезет? Конечно. Все зависит от большого благодетеля, это Юпитер. И до середины 2024 года повезет с земным знаком. Это Тельцы, Девы и Козероги. А после Юпитер, это вы, да? Дева. А ты слайд, поздравляю. Стрелец. После Юпитер уже переходит в знак зодиака Близнецы, поэтому воздушные знаки будут на коне. Это Близнецы, Весы и Водолеи. Ну, вы не расстраивайтесь, да, все зависит от Стрельцы, от индивидуальных прогнозов, поэтому как бы это общая тенденция, скажем так. Общая тенденция на везение. А тебе, может, в другом в чем-то повезет. Будем надеяться. Здоровья будет или любви много, не знаю, ребеночек родить. В чем встречать Новый год, скажите. Смотрите, это год зеленого деревянного дракона по китайскому календарю. Конечно, он наступит позже, 10 февраля, но в ночь новогоднюю я смотрела, конечно, погоду на небе. И немножечко совпадает то, что я видела по планетарным транзитам, именно с тем, что это год зеленого дракона. Итак, цвета земельные, терракотовые, золотистые. Конечно, еще яркие цвета, алые, броские. Одежда желательно какая-то тоже интересная. Больше такой, знаете, не стиль девочки, если для женщин, а драконья. Да, драконья кожаная, именно с такими чешуйками, пайетки тоже хорошо. Можно, кстати говоря, ориентироваться, опять же, на свой знак зодиака. Воздушные знаки, близнецы, весы и водолеи могут встречать в оранжевом, в желтом. В чем-то таком вот ярком огненные знаки должны ориентироваться на алые цвета, бордовые, какие-то красные. Дальше земные знаки, это тельцы, девы, козероги у нас ориентируются на зеленые, светло-серые можно. Опять же, все, что касается… Да, вот, кстати, водным знакам… Я практически дракон. Если у вас, кстати говоря, какие-то планеты в водных знаках личные, вот прекрасный наряд тоже, потому что водные знаки – это раки, скорпионы и рыбы. Могут обратить внимание на блестящее серебро, золото, пайетки, что-нибудь такое яркое. Прекрасно, это сейчас еще и в тренде, в моде, прям все совпало. А вот вы сказали, Настя, о том, что китайцы, у них Новый год позже наступает. Да, 10 февраля. А вот стоит ли прям вот этот китайский Новый год и нам тоже отметить? Или уже отметили свое? Сидите спокойно. Смотрите, я сторонница того, что праздник никогда не бывает лишним. Прорадовать его внутреннего ребенка, почему нет? Можно и китайский, и какой угодно астрологический 20 марта. Поэтому вполне можно, почему нет? Нет повода раздавать, как говорится. Работают вообще ритуалы новогодние? Мы же часто сжигаем бумажки, желания, съедаем остатки. Лист А4. Да, да, пытаемся доесть, как-то новогодний ночь. За время поэккурантов. Работает ли вообще это? Да, конечно, работает. Но нужен правильный подход, тоже знать определенные правила, чтобы не просто так к этому подходить. Как? Да. Смотрите, для того, чтобы пришло что-то новое, ведь мы себе желаем что-то всегда, чтобы пришло что-то к нам, желательно освободить для этого места. Именно поэтому перед Новым годом вы часто, наверное, видите советы, там убираем. Это у нас прямо вот шито. Избавляемся от хлама. Да, быстро убирать весь дом, все, это самое, избавляемся от хлама. И тогда на это место, конечно, придет что-то новое. Важно перед Новым годом посидеть в тишине, подумать, чего именно вы хотите. Это должно быть ваше истинное желание, потому что намерение, оно формируется, исходя из внутреннего. Там наносное не получится. Вон там соседка купила машину, я хочу тоже, мне нужна обязательно новая машина. Нет, это должно быть ваше истинное желание. Подумайте, чего вы хотите. И, конечно, желательно сосредоточиться именно на этом желании. Просто бывают у людей у нас с этим проблемы. Вот думает человек, чего я хочу, а вот ничего я не хочу, сама не знаю. Вот что вот в эти моменты делать? Отдохнуть, да, 31 числа уже очень сильно. Ну, опять же, смотришь вот на других, ну так, кто-то куда-то поехал, так, кто-то что-то купил, там, у кого-то телефон, может, и мне тоже надо. Купила все то же самое, но что-то особой радости никакой от этого не испытываю. Вот что делать людям, у которых нет вот этого громкого внутреннего голоса, который четко тебя транслирует. Ты хочешь это, иди загадывай, пиши свой лист, сжигай, съедай, все вот это дело. Смотрите, тут можно попробовать такую технику, которую даже психологи советуют. Это разговор со своим внутренним ребенком. Вспомнить, от чего вас прямо радовало, что вас радовало в детстве. Даже обратиться к себе ласково, да? Какие действия, вот, допустим, какие предметы вызывали у вас восторг в детстве. Ну, и примерно с этого уже формировать свое желание. Представляю, сколько будет вертолетов на пульте управления. И шкальты, в твоем случае. Настя, а вы вот в прошлом году, перед Новым годом, перед началом Нового года делали для себя прогноз? Просто интересно, вот то, что вы там видели для себя, сбылось оно в этом году? Конечно, я каждый год делаю себе прогнозы, и каждый год смотрю, что год грядущий готовит. Вы знаете, правильный подход такой, и вы формируете свое будущее, ну, конечно, в известных рамках, да? И если даже прогноз негативный, вот, например, в прошлом году у меня был негативный прогноз, и сама себе снегативила на финансы. Финансы — это очень серьезная сфера, люди все обращают внимание на деньги, конечно. Ну, смотрю, ну, там вообще, как бы, были предпосылки очень нехорошие. Конечно, я стала смотреть, как это исправить. Пользуюсь теми советами, которые я себе, ну, посоветовала самой себе, да? Я исправила финансовую ситуацию, вот, по итогу, уже год закончился, я не думаю, что за пару дней что-то изменится в худшую сторону, да? Лучше так не говорить, насколько я знаю. Да, год ничего плохого не принес, именно из-за того, что я не сидела сложа руки и пользовалась рекомендациями, которые давалось самой себе. Ну, вот есть такое мнение, что вот ты, допустим, прочитал или послушал где-то негативный прогноз, и все, сам себя настроил, и у тебя уже даже выбора нет, так ты по этой дорожке идешь. Но если рекомендациям вашим следовать, то ты слушаешь, принимаешь и ищешь способы решить эту проблему. Это тоже может астролог подсказать? Конечно. Для того астрология, в принципе, и нужна. Для того, чтобы посмотреть, как можно вырулить даже в негативных ситуациях на ту дорожку, которая принесёт вам, наоборот, позитив. Для этого астрология, любые предсказательные техники, для этого и построена, особенно в современном мире. Знаете, астрологии уже больше пяти тысяч лет. Конечно, астрология как точная дисциплина, она предсказывает, но она тоже меняется со временем, с течением времени подстраивается, это достаточно гибкая дисциплина. Поэтому сейчас есть определённые исследования у коллег, в том числе компенсаторные техники. Это вот такое вот слово, которое позволяет нам изменить любой прогноз. Чем-то компенсировать. То, что от нас, да, зависит лично от нас, это вот как бы надо понимать, что это тоже не волшебная палочка. Есть другие люди, есть какие-то обстоятельства, ситуации, но на которые мы никак не можем повлиять. Мы не маги-волшебники. В определённых рамках, конечно, этот прогноз меняется. И всё, что от вас зависит, вы можете сделать. Продолжение следует...